что поехали всем добрый день у нас сегодня kia sol 16 турбодизель пробег 113 тысяч километров но пробеги у них небольшие потому что машина считается городской то есть все-таки поменьше ездит по ним конечно же опыта маловато так как они все же говорю ездят по городу ездит мало и вот на протяжении своих там пяти шести лет они отъездили не делая ничего и вот сейчас уже подошло время когда надо смотреть есть тут свои некие болячки сейчас все что я знаю я вам расскажу покажу с чем я сталкивался как у нас она на автомате dvs посторонний шум сторонние звуки при работе двигателя ладно при работе так при работе начнем мы сейчас как всегда с визуального осмотра наличие качества жидкости течь масла и то далее то далее но смотрите вот одна из болячек это проклад клапанной крышки то есть надо снимать клапанку снимать топливные форсунки а если снимаем топливные форсунки значит обязательно меняем пламя госящие шайбы прокладка клапанной крышки должна быть обязательно оригинальная также здесь как и на хунда и гранд старокси на многих машинах забивается клапан управления вот у нас идет трубочка от актуатора турбины вот 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 и вот она внизу стоит то есть его тоже снимаем это же чистим там губку датчик масс расхода воздуха также при забитом клапане управления передувает turbo компрессор и закидывает его как это же надо чистить вот здесь есть привод вихревых заслонок вот он вот на него надо всегда обращать если люди жалуются что не тянет вот эта тяга не редкость когда отваливается разбивает тулку и вываливается оттуда дроссельная заслонка электронная у них есть тоже как болячка через вал поступают масляные капли саму заслонку потом у нас внутри замыкает и машина стоит в аварийный режим узнать так ли это снимаем разъемчик даже через разъем будет поступать масло и смотрим разъемчик сухой все хорошо значит ничего не трогаем кто-то клевочку почистил тормозная жидкость чистая выше максимума ручную подкачку всегда накачиваем до упора надавливаем и смотрим держит ли она давление прям держим буквально 3-4 секунды давление держит если не уходит значит все хорошо вот здесь есть такой патрубок интеркулера вот здесь вот эти сопельки вот этот хомутик всегда тоже болеечка его надо подтягивать этот хомути хотя он уже до конца и там есть внизу патрубок интеркулера маленькие за турбиной там два хомутика их надо подтягивать то есть это у всех прям абсолютно у всех болячка у интеркулера тоже бывает что ослабляется хомут здесь все чисто сухо вот там внизу появилась самом-сам внизу на патрубке надо будет снять защиту и подтянуть хомут опять же все вот эти появления масляного налет везде появляется тоже неспроста опять же причиной скорее является передув турбокомпрессор а передувом турбокомпрессор является клапан управления который скидывает не вовремя так что тут еще у нас насос здесь очень удачный бошевский он прям можно сказать не ломается никогда топливные форсуночки топливная рампа регулятора здесь нет здесь можно сказать практически все вечное если регулярно на не будете кормить ее некачественным топливом то с ней скорее всего никогда ничего не случится ремень полопался на ремень попадает масло ремень весь такой уже нехорошего вот отсюда с края стекает туда вниз и там покрышечки вытекает просто сейчас если мы поставим новый опять же ремень то скорее всего через некоторое время произойдет то же самое проверяем масло масло в двигателе есть черненькая но есть охлаждающую жидкость проверяем и бачке расширительном и здесь но опять же нажимаем на шланчик и смотрим что с давлением чтобы не обжечь чтобы она у нас не не рванула и вот теперь сейчас ее открываем аккуратненько все здесь норме под самый верх антифриз чистенький визуально так заводим слушаем чё там завелась как будто бы ведро с болтами как работает мотор мягенько здесь я по двигателю не слышу посторонний звук по картерным газом хорошо так одержите нехорошие звуки сейчас попробуем сдать газу посмотрим компьютером датчик массы расхода воздуха количество ошибок посмотрим сколько было у нас напряжение батареи потому что чуть как будто вращалась она опять же клеммы неспроста чистили как будто стартер крутил туговато то есть может быть причиной является сам аккумулятор может быть зарядка или что-то еще так клапан егр температура впускного немножко завышена клапан егр вот он сейчас у нас сразу закрылся сейчас даем газу потом следим за показанием только я прикоснуть педали газа он должен вставать на 47 не встал в районе полторы тысячи нужно дать чтобы он закрылся не тут полторы тысячи даю через раз скрывается но поздно трубокомпрессора нам должен дать 2 2 и 1 в идеале 1 и 9 половиной 1 9 половину ну отлично ну двоечку он дает отлично ну каких-то посторонних звуков я не услышал может конечно под нагрузкой или они могут быть на холодную или когда-то еще и попробуем связаться напрямую к человекам и уточнить зачем зачем искать что-то непонятное вот эта муха отбойка сейчас отвалится вот она прям я и боюсь и в нашем тех-центре мы всегда стараемся смотреть за люфтами за наличием колодок просто просто подходим и смотрим колодки и просто крутим колеса главное чтобы вас не отвалилось нет ничего веревку затянули а потом обрезали это получается не его тянули а он тянул так что-то у нас за за защита ну защита принципе принципе простенькая сейчас мы это надеюсь там болты все открутятся ну вот сейчас вы увидите что происходит на 130 тысячах ну практически у всех на 100 тысячах даже с этим двигателем 1.6 вот он весь бедняга в масле вот это зелененькое видите прям это компрессор кондиционера потек вот здесь на коробке что-то масло откуда взялось непонятно а меняли масло в коробке и кто-то поставил смотрите что пробковую прокладку как на жигулях вас 2107 и она вся потекла надо было поставить на герметик и все на хорошие качества и все работало бы тут что-то прям вот тут клапан аварийного сброса как будто он скидывает это все-таки кольцо уплотнительная трубка или компрессор здесь понятно у нас картер это их не болячка ну попу попу теперь перед нами будь ясная картина что происходит вот по компрессору вот такое ощущение что это все-таки верхней части трубки из-под кольца откуда что течет он уже наверное вышел вот на ремешок визуально видно что вот он весь полопался ремешок нам надо по-хорошему снять и покрутить каждый ролик вот эта сторона более-менее а вот вторую уже стала съедать масло вообще был компрессор вроде живой ролик и тот ролик целый и кто-то я говорю я не а ну-ка-ну-ка-ну-ка а вот этот верхний на прям очень сильно верхний ролик все сейчас узнаем что за звук что записка поговорили все обсудили ремень ролики все оставили проклад клапанной крышки оставляем поддон картера на двс и а к п п п оставляем человек будет перезаписываться то есть сегодня он был на диагностике сегодня мы сделаем только те вещи которые нам нужны пробные там где на компрессоре кондиционера у нас была обильная течь масла с краской открутили две трубочки помыли замыли все сейчас вычислили заменили два кольца уплотнительных вот одно видно она прям он квадратная стала потому что такое ощущение что источник именно там был то есть вот они должны быть круглые они были квадратные опять же не факт так как он будет перезаписываться мы это сделали обязательно сегодня сейчас заправим его чтобы в следующий раз обязательно увидеть по звуку беспокоило человека именно на сбросе 3 такой дело в том что у нас имеется два виды топливной системы бошенской это с регулятором здесь давление топлива сбрасывается с помощью топливных форсунок а не регулятор то есть регулятор у нас отсутствует сейчас попробуем такой момент еще у меня есть практике нередко что проблема является датчик массы с расходов воздуха сейчас заведем послушаем как будет до мойки датчика и после такой эксперимент у меня был уже не один случай когда так происходило ремешок обратно все собрали защиты так вот смотрите момент а именно беспокоит что сейчас я даю газу побольше и именно в самом конце когда двигатель выравнивается и появляется трех отопленный форсунок этот звук это момент сброса давления допустим с 1400 до 280 вот сейчас мы почистим клапан управления почистим датчик массы расхода воздуха и попробуем еще раз дело в том что подачу количество топлива корректирует именно датчик масса расхода воздуха а он у нас на данный момент показывает здесь стоит датчик раз кода до воздуха и дать температур на пуске и вот именно по датчику температуры на пуске он показывает многовато что там у нас плюс 40 а а это не так так датчик сразу будем снимать с верхней частью корпуса так воздушный фильтр визуально вроде целый тут датчик масса расхода воздуха надо смотреть здесь внутренней стороны но небольшой налет я бы не сказал бы что он здесь грязный целом неплохо выглядит так с датчиками много-много раз говорю старайтесь не дуть сжатым воздухом них то есть не мыть всякой разной химией все это может закончиться плохо для вашего датчика здесь тоже он провод предохранителя расплавился этот чертов китайский бексинон плюс какие-то непонятные электрики которые бросили провод на двигатель вот он вытащили а посмотрим а у меня отвалилась крышка дно вот это не не хорошо засасывать туда пыль и соленоид потом плохо ходит откроем крышечку и посмотрим что здесь за сто тридцать тысяч накопилось вот он полностью полностью забит то есть вот уже из-за этого количества пыли вон адекватно сбрасывать не будет давление так смотрите будем заказывать запчасти сейчас почистим люди наверное будут записаны там через дня 4-5 может через неделю клапан вот из-за этого будем менять можно принципе из какой-то не засть заглушку запаять просто влага будет попадать это не есть хорошо по поводу аккумулятора мы уже выяснили то есть подсоединили нагрузочную вилку вот то есть он нам должен но не буду испытывать опять же смотрите он должен как минимум показывать там от 11 лишним вольт а он у нас на данный момент показывать 10 половиной вот он уже заказан хозяин сказал что он будет прям сегодня вечером уже и его заменят так сейчас даем газу послушаем что-нибудь изменилось ли на сбросе после чистки но слышали все весь стрек от отопленных форсунок исчез то есть вот этот мелкий мелкий самом низу чуть-чуть который остался то есть это вот вообще прям он должен быть то есть теперь все работает как положено так ну что смотрите по первому этапу заменили колечки на компрессор и кондиционера заправили все станция показала что все отлично сейчас все прекрасно работает почистили клапан управления увидели что там есть некий дефект то есть его под замену помыли датчик масса расхода воздуха весь звук двигателя ушел то есть стрек от ролики ремень оставляем на потом потому что нет смысла прокладку клапанной корешки переуплотнение поддона двс и поддона а кпп тоже оставляем на потом и также глянем что у нас там на вот это за какая-то прокладка из пробки когда будет следующая запись то есть через четыре дня или 10 дней мы уже снова увидимся у этого авто все до новых встреч и Продолжение следует...